Что волнует, занимает мысли и лишает покоя современных ювелиров? Высказаться на актуальные темы через свои работы решили авторы из шести городов России, от Москвы до Владивостока. В итоге выставку-манифест «Красный прилив» собрали в Хабаровском центре современного искусства арсерватория. На открытие выставки побывали наши корреспонденты. Акцент на нижней части лица, нет глаз, потому что глаза, как мы говорим, зеркало души. А здесь художник намеренно обращает внимание на нижнюю часть лица, на рот или на тот язык, который находится внутри, и может говорить намеренно, искажая правду. Информационный шум, ложные новости, тема доверия в обществе и экология. Это проблемы, поговорить о которых решили российские ювелиры-художники. Метафоричное высказывание они заключили в простые и понятные формы. Медные броши, фарфоровые серьги, деревянные кольца. Выставка ювелиров часто ассоциируется с выставкой продажи. Это то, что, возможно, имеет отношение к определенной эстетике, но мы никогда это не возводим в ранг искусства, скажем так, высокого искусства. Разгадать посыл автора на выставке «Красный прилив» сможет даже неподготовленный зритель. Работы в Хабаровском центре арсерватория представили полтора десятка художников из Москвы, Ростова-на-Дону, Мурома, Владивостока. Хабаровский ювелир Наталья Ковалевская свой манифест о человеческих взаимоотношениях заключила в «Серебро и перит». «Красный прилив» — это тоже отношение, только это в природе. А у нас отношение человека с обществом, отношение между двумя людьми, отношение прошлого и будущего. Для посетителей выставки «Красный прилив» действует лишь одно правило. Если надел украшение, значит, согласен с метафорой автора и говоришь с ним на одном языке. Человек, который является обладателем этого изделия, он соглашается с тем, что в наше время доверие — это тема, которую необходимо обсуждать. Это кольцо. Возможно, какая-то невеста однажды наденет это, демонстрируя, что у нее есть абсолютное доверие к своему спутнику жизни. Согласиться или поспорить с авторами ювелирных манифестов можно в Центре современного искусства «Арсерватория». Выставка «Красный прилив» будет работать до 6 февраля. Виталина Кондрахина, Татьяна Репина, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».